Привет-привет! Меня зовут Саша, канал Душно, и сегодня мы поговорим про одну из главных марок на моем парфманьячном пути, это Etat Liber d'Orange, по нашему мысли Elda. У меня с этой маркой очень долгие отношения, в общем-то мой как раз парфманьячный путь начинался с этой марки, я начинал скупать все эти флаконы, знакомиться, погружаться во все эти легенды. А потом был момент, когда я отрекся от этой марки, соединившись с голосами тех, кто говорит, ну что Elda уже не тот, уже не так интересная, и марка уже не актуальная. А потом как-то я пришел к тому, что марка мне по-прежнему нравится, да, у меня может быть нет сейчас такого сумасшедшего фанатизма, что я вот прям скупаю все Elda непременно, но мы про это немножко поговорим, но мне кажется, что марка сейчас заняла какую-то прекрасную свою нишу, актуально вполне себе и вообще просто супер, обожаю. И уж точно я буду отслеживать те новинки, которые выходят, и мне кажется, какое-то количество флаконов всегда будет на моей полке, пусть там не вся антология марки, но какой-то точно. И в принципе я довольно давно собирался снять видео именно посвященное вот этой спецлинейке с красивыми золотыми бляхами, которые стоят подороже, и зовется Orange Extra Ordinar, эта линейка. Я собирался снимать видео еще когда в ней было 4 аромата, сейчас в ней уже 5, хотя там есть нюансики, мы их обсудим. Вот, ну и все, как-то собирался и собирался, и тут мне пишет магазин Oriental, менеджер, и говорит, ну что, Саш, давай повторим сотрудничество. И я говорю, давай. И размышляли на какую тему, и в принципе это очень логично, когда мы говорим про магазин Oriental, поговорить про марку Eldo, потому что, ну, как мне кажется, Eldo там стоит по самым-самым классным ценам, не знаю, по-моему, нигде нету таких классных цен. Ну, и я решил совместить приятное с полезным, что время пришло. И по этому поводу заказал себе один флакон и три от Levante. Таким образом, у меня есть все 5 ароматов сейчас на руках, я их хорошенько разносил, ну, в принципе, с какими-то из них я был знаком и до этого, один даже у меня был, в принципе, во флаконе еще до того, как я начал готовиться к этому видео. Вот, ну, а сейчас такое наиболее полное у меня представление об этой линейке. Давайте сразу скажу про полезную, возможно, для вас информацию, это про промокод. В этот раз у меня промокод будет аж 7% против 5%, которые у меня были в прошлый раз, и он суммируется с скидками, которые есть на сайте. А сейчас на сайте проходят скидки на многие крупные бренды. Я оставлю ссылочку на телеграм-канал, там постоянно обновляется информация по актуальным каким-то акциям на сайте. Ну, я точно знаю, что, допустим, за амуажами тоже многие ходят на ориенталь. Я просто с амуажами сейчас немножко успокоился, у меня как будто бы есть все, что надо, да. Ну, вот, читая всякие парф-каналы, вижу, что в ориентале люди находят какие-то цены привлекательные. Поищите и вы. Ну, и, как всегда, напомню, что если вы будете использовать мой промокод, мне это будет приятно и, как говорится, зачтется. В прошлом видео про портрет леди я говорил, плюсы этого магазина быстро доставляют. Это правда круто. Быстрое согласование происходит. И есть возможность выбрать пробнички. Вот я в этот раз выбрал, по-моему, я взял один Хугобосс. Ну, думал, мало ли моя эта люксовая история как-то разовьется. Фланкер классического Хугобосса, но даже рассказывать про него не буду. Фланкер оказался не так хорош, как оригинал. И еще взял Дольче Габбана из их приватной линейки, какой-то Вельвет Ут. Я вообще не знаю ничего про их линейку, кроме того, что она конских денег сейчас стоит. Я не пойму, то ли это после ухода марки, может быть, то ли она изначально таких денег стоила. Ну, хорош, хороший Удик, но не за такие деньги. Ну, давайте потихонечку возвращаться к линейке Orange Extraordinary. Все началось в 2019 году, когда марка выпустила три флакона. Все они посвящены были розе в той или иной степени. И, как я уже потом слышал, что цена этих флаконов, которые дороже классической линейки, определялась тем, что в этой линейке используются какие-то более дорогие экстракты розы. Ну, проверить это мы никак не можем. Но что я могу сказать точно, что все пять ароматов действительно звучат дорого-богато, не поспоришь. Мне кажется, общий вайб всех пяти ароматов – это носибельные ароматы нишевого профиля. То есть, Элда повзрослела, перестала быть такой подростковой, панковской маркой. И даже в основной линейке уже нету таких сумасшедших каких-то экспериментов. Хотя, в принципе, ну, допустим, тот же «Призрак в доспехах» – это вполне себе экспериментальная парфюмерия. Она такая необычно звучит, и там считывается ДНК ранних работ Элда. Но в этой линейке как будто бы Элда сказали – все, мы уже взрослая, респектабельная марка. Нам не обязательно делать ароматы про письки и девственницы Тореадоров. Мы уже будем делать такую классику, которую вы будете носить и кайфовать. Так они и сделали. А что меня немножко смутило, что когда вышли эти три розовых аромата, я думал, что вся линейка будет как бы крутиться вокруг вот этих каких-то дорогих, роскошных роз. Но выходит четвертый аромат – Soul of My Soul, в котором есть розы в пирамиде, но он уж никак не розный этот аромат, он совсем другим каким-то ингредиентам посвящен. В этом месте я немножко начал теряться. Чем тогда ароматы из этой линейки отличаются из классической, кроме как оформлением бутыля и надбавкой в виде стоимости? И когда вышел пятый аромат Frustration, я совсем запутался, потому что там вообще не было розы, это уже гурманский аромат. Ну и что удивительно, что этот Frustration, допустим, на фрагрантике не относит к этой линейке. Но судя по коробке, судя по флакону, ну явно он принадлежит к этой линейке. Короче, что там мудрят маркетологи Elde, мне не очень понятно. Но вот сейчас я остановился, повторюсь, на такой версии, что это такая носибельная ниша, которая понравится всем или почти всем. Когда только появились первые три аромата, я к ним подошел и, честно говоря, запутался в них. Они все про какую-то роскошную розу, и мне показалось даже, я долгое время говорил, что они все на одно лицо. Чуть позже я начал вычленять, два из них действительно немножко похожи, третий стоит особняком, ну четвертый, пятый совсем про другое. Ну вот я рад, что я наконец со всеми ими познакомился и поделюсь с вами своим опытом. Ну и давайте начнем с первого аромата. Как я, собственно, их разнашивал, как я ознакомился с этой линейкой, так по порядку и будем. И первый аромат это Spice Must Flow. Spice Must Flow это отсылка к то ли книге, то ли к фильму Dune. Не то, чтобы стопроцентно ложится он у меня в эту историю, но чуть-чуть домыслить можно. Сразу скажу, что вот у меня от Levante, я, собственно, его брал тоже в магазине Ориенталь. Вот такая десятка. Сразу буду озвучивать, ценная. Десятка стоит 2 400. Ну, блин, конкретно про Spice Must Flow вам это хватит просто до пенсии, потому что он такой, блин, стойкий, такой насыщенный. И я брызнул на свои блотеры. Ну, ничего страшного. Как началось у меня знакомство с этим ароматом? Когда я только подбирался к этой линейке, когда не было еще какого-то представления, что мне нужно, что не нужно, мы с Денисом обсуждали этот аромат, эту линейку в целом. И он мне говорит, ой, кстати, на одном сайте почему-то он висит за 2 500. Я эту историю рассказывал тысячу раз просто байка от бати, который повторяет свои истории по 100 раз. И я залезаю на этот сайт, и действительно он стоит 2 500. И, видимо, это был какой-то глюк в системе. Я думаю, ну, блин, пока глючит, попробую. Наверняка мне его не подтвердят, но попробую. Заказываю, проходит 3-4 дня, и мне приходит аромат сотка в 8 раз дешевле, чем он стоит в магазине. Так и началось, собственно, мое знакомство с этой линейкой. Мне он в целом-то нравится, но чуть-чуть он для меня вот действительно экстра. Он очень насыщенный. Здесь роза, мне кажется, пополам как бы влияние имеет. Половина роза, а половина какие-то вот такие специи, амбра, что-то такое очень восточное, удушливое, косметическое, помадное. И при том, что мне этот аромат вдыхать и нюхать очень приятно, но на мне он всегда как будто бы немножко избыточный. Я его окрестил как какой-то театральный. Вот я представляю, что вы нарядились, ну, там, кстати, вижу его скорее на женщинах, но, допустим, на мужчинах-пархманьяках тоже вижу. Вот вы там в каком-то пиджаке, в рубашке с жабо, да, и вы вот покрылись этим ароматом, там, 3-4 пшика, все умри, все живое, и вы вот как бы несете его в большой, непременно нужно идти в этом аромате. Учитывая, ну, мой стиль, что я обычно хожу в футболках, рубашке и каких-нибудь, я не знаю, потертых джинсах, на мне он немножко как будто бы не пришей кобыле хвост. То есть как бы красиво, но чуть-чуть избыточно и утомительно. Я думаю, что это тот аромат, который, если уж носить, то нужно носить по чуть-чуть. Наверное, кстати, вот я так ни разу не пробовал, а стоило бы. Наверное, будет красиво, если один пшик на холку сделать. Кстати, если не ошибаюсь, вот у Дениса тоже есть этот аромат. Мы все знаем, что Денис многопшищник, и он говорит, я спокойно им типа поливаюсь и иду. Не знаю, нет, меня он уничтожает, если слишком много его. Его пирамида явно как бы преуменьшена. В пирамиде 4 нота. Ладан, кардамон, имбирь и роза. Но мне кажется, здесь целый специевый базар, и смола здесь тоже много, и я слышу здесь еще даже вот не столько ладан. Я, кстати, вообще ладан-то здесь не слышу. Я слышу здесь скорее амбру. Такую тягучую, густую амбру. Тот флакон, про который я рассказывал, я от него избавился через какой-то момент, ну, потому что понял, что не могу, и взамен этому аромату поставил другой, о котором скажу чуть позже. И, ну, как-то избавился. Избавился не то, чтобы скучал. И тут, когда я готовился к этому видео, ко мне приходит эта десяточка, я беру ее в спортзал, и после занятий у меня есть такая прям процедура. Я после того, как побегаю на кардио, я там схожу в душ, и вот достаю какой-нибудь отливанты и поливаюсь. Во-первых, я думал, что меня изгонят навсегда из раздевалки, потому что, ну, пару пшиков, он просто заполонил все. Он переползал из зала в зал, и в этом смысле, мне кажется, здесь есть отсылка к фильму Дюна, потому что, помните там, я не помню имена героев, но один герой, который в какой-то полукоме уже находился, и у него был какой-то зуб, который нужно было сломать, и вот какой-то дым вылезал из этого зуба, и он должен был главного злодея уничтожить, и почти уничтожил. Вот, вот как бы диффузность этого аромата вот просто переползала вот в разные закутки зала, и я думаю, что не все были от этого в восторге, но ничего страшного. Но, тем не менее, я его, когда преснул на себя, я подумал, боже, какая красота, ну нафига я продал флакон? Да, конечно, избыточное, да, так это все слишком нарядно, и все такое. Но как же это красиво. Прошло минут 10-15, я уже вышел из зала, и я вспомнил, почему я от него избавился, потому что он начал прям поддушивать меня. Может быть, конечно, нужно прям очень аккуратно к нему подходить и выбирать более холодные времена. Конечно, он не на лето. Хотя, вы все знаете версию, что вот такие удушливые восточные ароматы, может быть, как раз в жару и надо носить. Но нет, не в моем случае. Пользователи фрагантики уверенно заносят его в унисекс, ну, с легким-легким перекосом в сторону женского, но в целом, скорее, топят за унисекс. Сравним с портретом леди. Ну, вообще нет. В портрете леди есть противостояние вот этого розно-косметического блока и какого-то такого шипрового, вот такого, я уж не помню, там, почульного, колючего, да? Здесь нет, здесь нету никакого противостояния. Это просто вот такая душная косметичечка. Еще сравниваю с роздо Каролино Чапар, какой-то дорогущей, но я с ним не знаком. Без моей скидки он стоит 10 780. С моей скидкой, ну, то есть, там, получится около 10 тысяч за сотку в товаре, в коробке. Ну, и, собственно, давайте про коробку поговорим. Тот флакон, который ко мне приехал, который я раньше не разнашивал, и у меня его не было, это 500 лет. Вот такой короб. Вот так вот мы его открываем и внутри в стеклянной практически шкатулке находится вот такой флакон. Легкое разочарование, которое может вас ждать. Вот это не металл. Я раньше думал, что здесь и крышка металлическая, и вот эта бляха тоже металлическая. Нет, это пластик. И когда я впервые это обнаружил, я немножко как будто бы даже разочаровался. Ну, потом, не знаю, свыкся, все равно красиво. 500 лет. Честно говоря, он для меня похож на Spice Must Flow, но чуть менее драматичный. Как вам распыление? Распыление, по-моему, шикарное. Начнем с того, что он значительно более свежий. Здесь тоже очень такая аскетичная небольшая пирамида. Бергамот, турецкая роза, какао и древесные ноты. Но вот этот бергамот на старте кисленький я довольно хорошо ощущаю. Он более свежий, по крайней мере, в старте. Дальше, вот если Spice Must Flow уходит в такую косметичку какую-то душноватую, то этот аромат уходит в какие-то десерты из розы. То ли мармеладки, то ли какой-нибудь, может быть, лукум. Вот что-то такое. Он тоже, конечно, для меня женский. Вообще, изначально я сказал, что он из всей этой линейки, наверное, самый феминный для меня. Давайте быстренько посмотрим, что думают. Пользователи фраги по этому поводу. Точно так же большинство за унисекс, но чуть больший перевес в сторону феминности. Значит, мы здесь согласны. Но мужчины-парфманьяки абсолютно спокойно смогут его носить. Вот что меня удивляет, что часто про этот аромат говорят, что он гурманский. В том смысле, что здесь есть какао. И это лучший аромат на тему розы и какао. Я какао здесь не слышу. Ну, в смысле, от слова совсем я не слышу ни какао, ни шоколада. Для меня это скорее вот какой-то мой мармеладный муси-пуси. Это очень миленько. Он гораздо более оптимистичный. Он меньше обязывает к чему-то. В принципе, я легко его могу представить как аромат на каждый день. Кстати, вот интересно, что на фрагрантике ни 500 лет, ни Spice Must Flow не назван парфюмер. Почему-то мне кажется, что это мог бы делать один парфюмер. Ну, потому что все равно вот какой-то ДНК есть у них, безусловно, общая. Конечно, это тоже довольно вычурная, манерная роза. Но она настолько в своем напоре прикручена относительно предыдущего аромата, что скорее это такой аромат для кокетки, для соблазнительницы. Думаю, что его время все равно. Скорее холодные времена. Я думаю, что это отлично подойдет для того, чтобы немножко разбавить осеннюю хтонь вот таким каким-то ярким взрывным настроением. Просто роза, в принципе, не знаю, как для вас. Для меня роза обычно цветок, ну, такой все равно драматичный. Такая проблемная. Даже если эту проблему пытаются замаскировать. Ну, вот это тот редкий пример. Абсолютно непроблемная роза. Я такого не так уж часто встречаю. Почему я рекомендую обратить внимание на этот аромат? Он стоит 7100 до моей скидки. Минус скидка, то есть получится 7000. 7000 это причем не тестер. Это вот вам в такой коробке придет. Ну, для нишевого аромата еще и как бы такой дорогой под линейки. Это правда недорого. Вообще, я немножко удивлен, что эти два аромата не стали, ну, какими-то абсолютными хитами. Ну, потому что, я не знаю, вот я наблюдаю за паром сообществом вокруг себя. И, в принципе, фанатов роз полно. Ну, почему-то на эти ароматы не очень обращают внимание. Может быть, может быть, я что-то про них не понимаю. Может быть, они несколько вторичны. Может быть, есть полно всего такого, да. Просто я не знаю, так как я в розах, ну, такой новичок, да. Энтузиаст вполне, но вот такой начинающий скорее. Хотя, я вот смотрю, с чем сравнивают, и, вот, честно говоря, не вижу таких супер-то хитов. А, ну, вот 28 человек сравнивают с Нуар де Нуар. Ну, мне кажется, Нуар де Нуар чуть-чуть более колючий. Здесь колючки вообще нету. Ни почули, ни уда. Он такой, скорее, кисло-конфетный. И давайте поговорим про следующий аромат. Это аромат называется Experimentum Cruces. И делал его Quentin Bish. И, вот, в этот мой подход к этой линейке, это мой фаворит. Он прекрасно, восхитительно носится летом. И мне хочется флакон. Но, блин, конечно, именно этот аромат флакон будет не за 7 и не за 8 тысяч, а за 16700, к сожалению, увы. Но, в принципе, мне пока хватит от Levante десяточки. Он тоже сделан вокруг розы. Но роза здесь совсем другая. Чувствуется рука маэстро. Роза здесь не сладкая. Ближе все-таки к драматичной немножко. Она зеленая. И вот это тот аромат, где, помимо розы, довольно много противопоставленной этой розе материалов. По-моему, в пирамиде есть и почули, и окигалавуд. Но я здесь слышу скорее вот как раз окигалавуд, который часто использует биш в своих работах. Из элдошных ароматов он немножко перекликается с германом, который, кстати, тоже делал биш. Но все-таки не 100%. Как замены они не подойдут. Герман более землистый, более тяжеловесный, такой какой-то более депрессивный, я бы даже сказал. Такой, ну уж, по крайней мере, мрачный. А экспериментум Круцес это семейка Адамсов. То есть, в принципе, создается ощущение, что он мрачный. И даже кажется, ой, ну какие-то вот здесь, во-первых, кумин слышится, вот какие-то специи такие колючие. Роза, противопоставленная этому окигалавуду. Ну и вообще это шипор. Я, кажется, начал улавливать, что такое шипор. Вот знаете, на кончиках пальцев. Сколько бы ни говорили, что это так все понятно и легко определить, что такое шипор. Я прочитал, наверное, 100 определений. Не знаю, ребята. Вот я человек склонный к такой систематизации. Я люблю какие-то четкие определения. Но все эти определения довольно размыты, противоречащие порой друг другу. Поэтому я как будто бы, знаете, к шипорам подхожу. Я перенюхал там, я не знаю, 30 шипоров. И интуитивно выделил что-то общее между ними. И вот, мне кажется, Экспериментум Круцис это шипор. Но современный, конечно, шипор и очень носибельный. Мрачность это такая скорее надуманная. Несмотря на то, что это шипор, в нем легко. Он стойкий, он хорошо сидит. Он громко и шлейфово как-то так тебя закручивает вот этим темным облачком. Но при этом он не душит меня. Причем на жаре, казалось бы. Я его носил с удовольствием. И из пяти ароматов к нему рука у меня тянулась сильнее всего. Ну и вообще, похоже, он кандидат на то, чтобы встать на мою полку в полноразмере. Тем более, флакон такой красивый, темно-синий. Ну, красивый, ничего не скажу. Мне кажется, что его можно описать как минеральный. Ну, как и многие ароматы Биша. У Биша все-таки вот есть свой стиль. Я его только учусь замечать. А вот те, кто поопытнее меня в истории парфюмерии, говорят, что прям прослеживается чуть ли не во всех его ароматах. Включая флер наркотик, ганимет. Что вот везде идет какая-то одна линия. Я как будто только подбираю, чтобы поймать эту линию. Но действительно, вот это какой-то промышленная какая-то нотка такая или что ли синтетическая, минеральная. Здесь это тоже очень угадывается. Короче, в отличие от первых двух ароматов, он прям совсем другой. И я бы его, конечно, обозначил как мужской. Причем, что интересно, я опять-таки открываю фрагу и смотрю, что здесь расклад такой же, как в Spice Must Flow. Большинство людей оценивают его как унисекс и, ну, чуточку больше оценивают его скорее как женский, чем как мужской. Не знаю, для меня он прям мужская такая колючка. Его, по-моему, сравнивают с какими-то классическими шипрами. В комментариях чуть ли не с агентом-провокатором его сравнивают. Ну, не знаю, нет, совсем он другой. Он какой-то сухенький. В нем нету вот этой розной разлюли. Знаете, когда вот прям ты пышешь вот этой болгарочкой. Нет, здесь этого нету. Он такой какой-то собранный. Мне кажется, он очень подходит по стилю одежды. Как раз вот к такому стилю, которому я тяготею. Когда пару цветов, все такое немножко монотонное, немножко безразмерное, оверсайзное. Ну, вот это такой скандинавский, может быть, немножко набивший уже оскомину минимализм. Вот я его вижу как раз в сочетании с таким каким-то стилем. Супер. Ну, не даром это хит этой линейки. У меня нету никаких данных по продажам, но почему-то мне кажется, что он продается активнее всего, потому что он периодически еще везде пропадает. Я, кстати, просрал момент, когда он тоже был не очень дорого. Надо было еще тогда его брать. Когда я был в гостях у Антона, и мы снимали про его коллекцию, мы его прям обсуждали конкретно. И я прям говорил, ой, ну вот прям пойду, сейчас и закажу. Ну, блин, прошел год или сколько там. Я так его и не заказал. А зря. Ну, ничего страшного. Ну, а в принципе, я думаю, что даже эти 16 тысяч, это те деньги, которые можно вполне за него отдать. Супер. Мое открытие. Обожаю. Всем советую пробовать. Кому в первую очередь? Наверное, в первую очередь я порекомендую обратить на него внимание тем, кто хочет знакомиться с шиперами. Но вот не такими бабкиными сундуковыми старыми, а вот такими более современными. Всем поклонникам творчества Биша, которые почему-то пропустили этот релиз. Не знаю, есть ли такие. А также мужчинам, которые хотят открыть для себя какую-то очень носибельную и новую розу. Так, давайте поговорим про моего любимца, собственно, который у меня уже довольно давно. Это Soul of My Soul. Четвертый аромат, вышедший в этой линейке. И я собирался его хвалить как просто универсальный, лучший, любимый. Ну, почему-то мне кажется, что сейчас Экспериментум Круцис вышел у меня на первое место. Может быть, потому что лето. Я вчера его надел, и он впервые меня поддушил. Но хотя у меня вчера было такое поганое настроение, у меня, знаете, у меня пару дней до отпуска. И я не знаю, как у вас, у меня всегда перед днем рождения дни хандры, а перед отпуском всегда дни, когда ты вдруг начинаешь чувствовать свою усталость. Миллион делал, везде нужно как-то успеть бегать. И вот я как-то им надушился. Еще и так хорошо три пшика сделала, распыление мощное. И в какой-то момент уже думаю, господи, дружище, ты мне нравишься. Ну, отпусти, очень тебя много, как-то на жаре он еще так еще разогнался. Короче, я думаю, что это осенний аромат, и просто мне нужно носить его летом. Что по нотам? Для меня это амбровая замша. Причем амбра здесь куда-то меня относит в... Ну, если не в шалемар буквально, то уж, по крайней мере, этот аромат я бы поставил маршировать на марше шалемарш. Ну, это моя какая-то фантазия, потому что, когда я смотрю какие-то сравнения на той же фраге, во-первых, их мало, во-вторых, ну, даже близко там нету ни шалемара, ни шалемара подобных ароматов. Ну, почему-то вот как-то интуитивно он меня в ту же степь уводит. Амбра тоже, на самом деле, нету. Там есть какие-то другие смола и корень ириса, собственно, помимо замша. И вообще, вот в описании к этому аромату его определяют как пудровый. Я никогда об этом не задумывался. И, наверное, сейчас не соглашусь. Пудра для меня другая. Ну, может... Нет, он для меня все-таки скорее вот такой смолисто-тягучий. Он меланхоличный, хохотать в нем не получится, но в целом драмы здесь мало. То есть, я легко его могу представить на каждодневную носку, ну, просто не летом. И я его действительно носил чуть ли не каждый день. Был моменты таких микрозапоев с этим ароматом. Он очень красивый. Удивительно, он как-то прошел не очень замеченным парфманьяками. Ну, кстати, вообще, как и вся эта линейка. Такие матерые парфманьяки относятся к ней скорее со снобизмом. Что вот типа Элдо решила заработать, выпустив такие попсовые ароматы. Как будто это что-то плохое. Элдо решила заработать. Слово Бога, если заработают. Но для меня он сразу стал каким-то любимцем. Я помню, я когда первый раз на него зашел в магазин и нанес его. Я такой, блин, как будто бы сразу родная какая-то гавань. Что-то такое ужасно знакомое. Но мне кажется, вот этот первоисточник, на который мне этот аромат похож, я так и не обнаружил. И фрага не является мне подсказкой. Но давайте вот сейчас посмотрим, с чем его сравнивают. Ну, по-моему, там нету ничего такого очевидного. Да, я смотрю, блин, нет. Ни одного из ароматов, с которыми его сравнивают, я не знаю. Кстати, сравниваю с девятнашкой. Но это уж какая-то совсем вольность. Ну, типа, по принципу ирисов, видимо, и тут ирисы, и там ирисы. Я бы не сказал. Вот тоже почему-то на фраге он тяготеет к тому, что он скорее женский. Мне кажется, что он скорее мужской. И вообще парням, мужчинам очень советую на него обратить внимание. Можно ли сказать, что он ретро? Да. Но, как и в случае с Шелемаром, это какое-то особенное ретро. Ретро, которое для меня лично не пахнет бабками. Это не значит, что для других не так. Потому что я знаю, что некоторые прям от запаха Шелемары и вот ему подобных ароматов прям говорят ужас-ужас. Это прям древность. Носить невозможно. Поэтому я бы, наверное, не стал рекомендовать вам покупать его без затеста. Все-таки он специфический. Но если вы чувствуете, что ваши вкусы пересекаются с моими, что вот те ароматы, которые становятся моими любимцами, ну там те же Шелемары, Амбар Мускадин, Лев Шанель, там Лабданом Лилабо. Вот все вот в этот марш Шелемарш. Если гипотетически вы как-то воодушевляетесь, когда слышите эти названия, попробуйте к нему подойти. Мне кажется, есть шанс, что вы им увлечетесь. Из приятного чудесная цена. Чуть подороже, чем первые два аромата, но подешевле, чем Экспериментум Круцис. На данный момент он стоит 10 400 минус 7 процентов. В общем, я немножко с некоторым огорчением про него рассказываю, потому что вчера он впервые меня как-то так немножко поддушил и разочаровал. И я испытываю сейчас, знаете, вот те чувства, когда влюбляешься в человека, у вас начинаются отношения. И ты первое время его прям идеализируешь. И думаешь, боже, ну всем хорош, ну просто не бывает такого. Все идеально. И договариваемся легко, и внешне идеально, и прям такой теплый, и все такое. А там проходит полгода, да, вот это слияние немножко у вас расходится и начинает зубки показывать. Человек, а ты вдруг видишь, блин, ну что-то и одет херово, и характер склочный, и посуду не помыл. И вот потихонечку начинается такой выход из слияния. Но, как терапевт, хочется развить эту идею, что именно на выходе из этого слияния начинается любовь. Когда ты начинаешь видеть человека более реальным, да, со всеми его недостатками, со всеми его какими-то трещинками. Вот, и понимаешь, ну все равно, все равно вот как-то ты мой, и никуда ты от меня не денешься. Так что я надеюсь, что у меня что-то похожее, может быть, происходит сейчас с этим ароматом. Ну и последний аромат, про который мы сегодня поговорим, это аромат Frustration. Он вышел в прошлом году, и еще до того, как я его попробовал, когда увидел пирамиду, я решил, что я буду его ненавидеть. Потому что пирамида такая, ну как вам сказать, она такая прям гурманская. Ну, во-первых, там ваниль, абсолют ваниль, уже я так немножко поднапрягся, я не супер люблю ванильные ароматы, а это здесь, ну, чуть ли не главное. Потом ром, корица, уже так немножко чувствую, как слипается все, еще и каштан. Вот, вроде бы, каштан сам по себе не супер такая прям, очевидно, гурманская нота, но он у меня еще немножко ассоциируется с жирным электриком, где этот каштан со сливками. И что-то вот как-то, ну, у меня сложилось ощущение, что это такая прям попослипательная гурманика, которая точно мимо меня. А потом ко мне приходит отливант этого аромата. Я его пробую и думаю, ну нет, ну куда, ну слишком сладко, ну не люблю я такую в лоб сделанную гурманику. Это был мой первый подход к этому аромату, я избавился от отливанта, но тут думаю, так как я готовлюсь к этому видео, закажу еще раз десяточку. Наношу и опять у меня реакция, ну сладко, ну, ну типа, ну может быть это миленько, но, во-первых, так как-то неинтересно. Точно как будто бы, мне кажется, не должно это стоять в этой линейке, слишком как-то так обыденно. Вот. А потом мы начинаем с Саром обсуждать эти ароматы. И как-то так получается, что он прям начинает выбирать этот аромат. И пару раз хорошенько из моего отливанта им поливается. И как-то, ну, мы взаимодействуем. И я думаю, господи, как же красиво звучит. Когда я слышу его с другого человека, я начинаю слышать, что помимо этой гурманики, здесь есть еще какие-то современные вот такие молекулы, может быть даже похожие на бакарин. Ну, такой, не пугайтесь, спокойно. Здесь нету прямой бакары, но как будто бы вот такой какой-то хвостик из этой бакары торчит, который поднимает эту гурманику. То есть она не сидит на тебе, как лепешка, такая прижатая, да? Она как бы вот дает какой-то воздух такой вокруг тебя. И еще очень-очень заметна ореховость в этом аромате. На самом деле, не так уж и много ароматов я встречал, которые вот с таким прям выраженным ореховым профилем. Если вы вдруг ищете, то точно обратите на него внимание. И что-то это стало так прям красиво. И вдруг он мне стал нравиться. Я по-прежнему думаю, что флакон мне, наверное, не нужен, но уж десяточка пусть будет. Причем, казалось бы, вот такая попослепательная история. Кажется, что это нужно носить непременно там на январские праздники, когда ты там переедаешь сладкого после застолья. Но нет, он и летом не душит. Вот именно за счет вот этой кислинки-бакаринки, которая здесь слегка есть, и которая немножко его приподнимает, он супер легко носится. Короче, вот так вот от какой-то нелюбви я пришел к какому-то принятию этого аромата. Хотя, правда, по-прежнему не вполне понятно, по какому принципу он именно в этой линейке. Род здесь нету вообще, как и других цветов. Какой-то совсем он другой, отличается от всех ароматов. Но, повторюсь, вот как будто бы единое звено, которое между этими ароматами есть, это понятность их и такая в хорошем смысле нишевая популярность. То есть, они все попсовенькие. И это в каком-то смысле даже хорошо. Потому что иногда нам хочется какой-то, ну, такой экстра как раз замороченности помоек, там, разлагающихся зверьков. Здесь ничего этого нету, все супер понятно, супер приятно. Комплименты гарантированы. В этом смысле интересно название линейки, что она экстраординарная. Экстраординарная она разве что для марки Eldo, которая как бы привыкла пугать все-таки немножко своими профилями, да? То есть, экстраординарно то, что здесь это очень понятные профили. Ну и последнее, что я скажу, по цене сотка стоит 17900. Что-то совсем прям она дорогая. Ну, видимо, потому что этот аромат не так давно завезли. Но я вам предлагаю взять отливантик, познакомиться. Потому что тоже вот я не уверен, что вслепую его стоит покупать. Все-таки притритесь к нему немножко, поразнашивайте. Но мне, кстати, кажется, что вообще 5 мл может хватить, чтобы наиграться в этот аромат. Потому что он прикольный. Но вот я не уверен, что рука будет тянуться к нему часто. Вот такой был сегодня обзор на 5 ароматов этой линейки. Как у вас с этими ароматами? Понимаете ли вы, по какому принципу они объединены в одну группу? Какие у вас фавориты, какие, может быть, не нравятся? Пишите, пообсуждаем. Мне кажется, точно прикольно поболтать про них. Ну и вообще, марка Элду. Повторюсь, признаюсь к ней в любви. И вот я недавно выпустил видео, в котором рассказал про все мали. И я думаю, что действительно, если я и буду выпускать видео в таком же формате, да, то есть две только марки, про которые я могу с такой уверенностью порассуждать. Это Serge Lutanz. Ну, может быть, чуть меньше в мере, потому что там все-таки есть какие-то пропуски, с которыми я совсем не знаком. И это от Libre de Orange. Мне кажется, что я знаком почти со всеми ароматами. Давайте только выждем, чтобы не выходило два похожих видео. И где-нибудь к концу лета я сниму полностью антологию всех Элду. Если забуду, пожалуйста, мне напомните. Я пошел в поте лица отрабатывать последние пару дней и уезжаю в отпуск. Но без видео я вас не оставлю. Обнимаю. До встречи. Пока-пока.